Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли. Тема времени витает у нас с момента, когда мы только начали заниматься инфодайвингом. Вот тогда, когда мы открыли роль серебра-золота в психике. Да. И когда пошли эти русские народные сказки, там, живая водица, мертвая водица, там, храница и так далее. вот эти все вещи. И казалось, вот мы уже соприкоснулись, вот-вот, и мы разложим, что такое время. И не разложили. И вот только сейчас, вот вчера, по сути дела, на курсе мы уже в практическую работу запустили это дело. А так мы шли все время все-таки. То, что оно не линейно, стыковка миров и так далее, эти вещи мы говорили. Все абсолютно, да, это все говорили. Именно до этого, я бы сказала, даже до вчера мы шли, время бежало впереди, да? А вчера мы как будто его даже за хвостик схватили. Такое чувство. Ну, видишь, мы схватили его за хвостик через физическое тело, через регенерацию, через восстановление органов, тканей и так далее. И через восстановление психических процессов. То есть, утерянных психических процессов, которые уже автоматизированы. То есть, по возвращению автомата в чувство, приведению человека в чувство, по возвращению сознания в тело. Вот в этом ракурсе мы вчера за хвост схватили. То есть, смотри, время включается автоматически. Автоматически. Да. И когда, да, а когда ты возвращаешь управление на себя, Это как реверс. Уже, смотри. И время, оно переключается из автомат... То есть, уже из автоматического режима ты уже можешь учиться не так даже. Ну да, управлять временем сам. То есть, мы вчера как... Вот... Смотри, вот если мы все-таки посмотрим нашу схему по тому, как расширяется сознание, как работает геометрия, то чтобы захватить время, смотри, какое расширение должно у нас быть, мы уже должны захватить хаос. Осознание хаоса, осознание целостности, осознание, как туда войти. Вот это вопрос еще. А ведь это еще к материи надо как-то пристегнуть. И только тогда будет ясность, каким образом включать и выключать в теле эти процессы на уровне времени. Но то, что вчера во время практической работы у нас пробой на эти вещи начали получаться, это невероятная радость и это просто воодушевление, потому что юху, мы идем дальше. Мы зацепили это. У нас на это ушло 5 лет. О времени мы говорим все 5 лет, сколько мы в инфодайинге. Да, мы просто... И вот эти вот долбежки схем даотских и так далее, на которых можно многозначительно сказать, есть только момент здесь и сейчас, прошлого и будущего нет. И все, и на этом все. По парадоксу оно есть, но его нет, по факту его нет. Да, да. Есть мысль, но эта же мысль есть, а здесь и сейчас пролетает настолько мгновенно, да, в ней нет времени, но человек, соединяя все эти здесь и сейчас, образует линейность времени по парадоксу, а линейности нет. И вот эти вещи в поле парадокса, они слышны. Ты сейчас называешь хаос, на самом деле, это уже вот... Это уже хаотический... Так переотражение, это в хаос идет. Да, да. Так в том-то и дело, да. Смотри, какие сейчас темы невероятные. Вот эти темы, на самом деле, это уже не создание иллюзии, это уже шире. Иллюзорность вся осталась до времени. Иллюзорность во времени идет, проявление, то есть уже время есть. А мы пошли дальше, и вот эти темы... У меня возникает вопрос, как их оставить после себя, зафиксировать и привязать к материи. Раз. Потому что тогда это будет... Повторяемые результаты найдутся люди, которые смогут пройти этот путь. Пускай это будут единицы, но они смогут пройти этот путь. Вот. Но это все про расширение сознания человека. Это уже про человека разумного однозначно. С одной стороны. А с другой стороны, это же дать обезьяния гранату. Что это и дело? Как недоразвитому сознанию эти вещи объяснять? Вообще. Я не знаю. А видишь слова недоразвитому сознанию, да, человека ранят больно. А ведь на самом деле здесь нет никакой боли, а здесь именно сама суть. 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 То есть пока сознание не напитает вот этих знаний, пока не расширится до этой стадии, оно просто не может. Оно тогда, знаешь, как воспринимает? Вот человек как воспринимает нас. И большинство, кто нас слушает, восприятие будет именно такое. Они вырывают какую-то мысль из контекста. Потом, о, так это же вот об этом. Потом проходит время, не, это было не об этом. Не, это было не об этом. Не, это было не об этом. Потому что ты всего не осознаешь. И поэтому ты ищешь вот эти вот переотражения в малом. Если бы ты осознавал большее, то бы ты осознавал, что, блин, тут очевидно о чем. И тогда нет вырванности из контекста, но есть наполненность и есть сила. Вот эта сила внутренняя человека, которая и творит, вот эта сила психическая, которая проявляет результат. Сколько человек может, вот точно так же, смотрит наш подкаст и говорит, ну, я тоже сейчас сяду, закрою глаза и скажу, ты поправился, да? И зачищу у тебя там что-то. И что? Что-то произошло? Ничего не произошло. А почему у нас происходит, а у тебя не происходит? Почему ты не задаешься этим вопросом? У тебя не такие же руки-ноги, у тебя не такая же голова, у тебя не такие же глаза, у тебя не такая же попа, кишечник не так устроен. Что у тебя не так? А не так в твоем сознании? Оно у тебя, вот оно как горошинка. А по факту, если оно расширится, и станет больше... Хотя смотри, опять-таки парадокс, мы говорим о расширении сознания, а мы идем в точку. В точку сужи, да? И сужаемся все больше и больше, как в микромир уходим. И он там тоньше, 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 тоньше. И тут же человек слышит тоньше. О, это они в тонкие миры идут. А ты смотришь, а по плотности эти миры плотнее информационно, чем мир в вашем теле. Мир в вашем теле, он пустой. Это пустота, наполненная какими-то программами, автоматическими эго и ума. А там, там плотность, там знания, там просто все упаковано информацией, там нету побитых пикселей. И понимаешь, вот этот стеб, ты даже не знаешь, как на слова это положить, потому что как ты не скажешь, это будет неправда. Да. Смотри, и к чему будет? Или неправда. Вот то, что ты говоришь, мы с тобой осознаем, и в то же время, смотри, ты говоришь, а я постоянно, то есть мы вышли, уже в хаос выходим. Я постоянно в твоей речи сейчас слышу хаос. То есть наши знания, которые сейчас, вот тот уровень расширения сознания, на котором мы сейчас, с тобой, видят сразу микромир, макромир, назови так, как угодно, да, то есть целостно картину, которая пройдена, вот она в объеме, то есть ты можешь увидеть по образу подобию тела, по образу подобию земли, или там листика на дереве, или, да, образно, и смотри, вот, и это же есть уже хаос, когда ты видишь по образу и подобию, что все очень, назови это едино, это правильно, но это, назови это все по образу и подобию, это правильно, назови это одно и то же, это тоже правильно, и при этом это же такие тело жизнь деревья природа земля это же вселенная тоже разные вещи да и при этом они все абсолютно об одном и том же то есть вот он хаос смотри телефон одно слово телефон если ты в него и он нужен для того чтобы по нему говорить уже с кем говорить куда говорить где говорить как говорить уже вопросов много уже у баригена вопросы возникли углубься в телефон ой тут есть железо тут есть пластик тут есть стекло ой подожди тут есть целые города дороги дорожки здесь бегают электроны здесь бегает информация здесь бегает все ты уходишь вот оно и это все структурировано и все это вот в да в моменте не совсем моменте да вот в этой коробочке абориген может взять этой коробочкой и забить досточку в другую досточку вот она взялась в качестве ей вопрос а надо ли ему давать телефон или подождать пока он осознает что такое стекло что такое железо платы сделает спаяет до него дойдет как устроить мобильную связь он создаст этот телефон и в какой-то момент он скажет да есть телефон и тогда он берет в руки и говорит я ценю телефон потому что я к нему пришел своими ногами а если он не пришел к нему своими ногами а просто получил этот телефон то это досточка и она не цена и он ее не сможет воспроизвести и повторить то тогда это деталька то тогда это абориген этот это деталька механизма большого да если он стоит на месте смотри в истории такое было в индию приплыли белые боги которые пришли с санскритом и кстати очень хорошо соединяется с русским языком и очень напоминает русский язык и боги были белые и принесли знания и вот эти вот знания сейчас в виде величайшего стёба с поклонением лингаму такие же белые боги перечитывают уже в восприятии индусов там же эти белые боги и летали на виманах эти виманы это были 2 2 дощечки там как-то соединенные и они как на крыльях парили там и так далее и ой умершая цивилизация подождите цивилизация умершая или это восприятие деградировавшего сознание недоразвито сознание и вот этот папуас который получил мобильный телефон пытается рассказать своих учениях до приезжали белые боги и у них были вот такие говорящие досточки и потом люди которые называют себя цивилизованными ездят к папуасу учиться мы с тобой сядем в ом и ты научишь меня увидеть говорящую досточку понимаешь когда вот смотришь на вот эти это повторение в истории вот мы сейчас пришли и мы понимаем сейчас этого выкладываешь а воспринимается это с той стороны и передаваться будет с той стороны и это будет повторение истории индусов виманов и так далее и ум в отупении и ничего не изменится точно также приходил буддизм точно также приходило христианство точно также приходило мусульманство разницы нет не наша с тобой задача повторить вот этот калечный опыт. Надо придумать другой. Другой, чтобы был выход. Потому что тот опыт, это циклическая ошибка без выхода. Религиям нет места. Это деградация. Это неправильный заход. Это не делает из обезьяны человек. Это делает из человека обезьян. Вот этот вот бог пришедший садится рядом и говорит, ну ладно, досточка, так досточка, давай вместе будем орехи колоть. Ну все равно мобильная связь отключена. Уже все рухнуло. Цивилизации нет. Пошла деградация. Цивилизация рухнула. Деградация. Но при этом но при этом И все начинается сначала. Начинается все сначала. И та же досточка, тот же этот абориген уже у него появляется снова возможность. Через веру в то, что это возможно, прийти к этому. Да. И на это уходит тысячелетие. Посмотри, сколько цивилизаций. Посмотри. Я просто сейчас ну вот мы сегодня обсуждали с Димой обсуждали Камбоджу. там тоже, как и в Перу были цивилизации. И там очень много оставлено этими цивилизациями. Вот мы в Перу когда-то ездили по инковским вот этим тропам. Вот сейчас будет путешествие по Камбодже, будет то же самое. И мы сегодня как раз обсуждали, как спланировать, куда ехать. И я вообще зависла, сколько уже сменилось цивилизаций. И каждый раз, когда они доходят до какого-то уровня развития, снова переключение и пошел новый виток. Они успевают заснуть, самоуничтожиться. И все это происходит по одной лишь ошибке циклической. Циклической. Это ошибка вынос силы из себя. Но по парадоксу именно это является тем, что появляется игра. Появляется движение. Когда выносит, ну то есть игра, появляется я и не я. И вот суть, сама суть это осознать игру, создание игры в целостности. Вот это вот игра, которая уже другого уровня. Другого порядка совсем. Посмотри, вот прям это прям сейчас, вот говоря о цивилизациях, да, я глубоко сижу сейчас. И я осознаю зацикленность именно игруш, игры, цивилизации, назови игры, именно в на выносе, то есть на вере во что-то, на интерес в чем-то, ну то есть не в тебе интерес, а там чудо, и что за чудо, и сразу там сила, сразу, то есть и все, и человек цепляется туда, и он засыпает на этом, он как в гипноз входит. А создание игры, возможно ли создание игры с целостностью, внутри, да, звучит возможно, правда, сразу, возможно, ну вот, вот это интересно, когда ты действительно, сейчас зацепила такую мощную штучку, ведь игра, ну ты же знаешь тоже, да, игра когда создается, когда я и не я, то есть вынос силы извне, ой, из себя вовне. Вопрос, на какого бога ты будешь выносить, на бога солнца, без разницы тут вообще, на демона, дьявола, на буду, на Иисуса, еще на кого-то, суть одна. И, наверное, самая большая подмена была это на Иисуса, да, на убитого человека, сначала убиться племенника, потом на него вытесить ответственность и ожидания. Скорее, самое большое, ну скорее, скорее знаешь, это о чем? Это больше о самой такой ближайшей точке к окончанию цивилизации. Да, да. Вот это об этом, это так, ну как бы, это к этому приводит. Быстрее, быстрее цивилизация начинает, ну то есть идти к деградацию и уничтожению. Ну ладно. Я вдруг, вдруг понимаю, что даже тот же абориген, это является носитель, не буду сейчас на стриме говорить, потому что повисит тема вдруг внезапно, у меня сейчас такая прям. Вот видишь, от тебя время кинуло сейчас туда, меня вернуло назад, а я вижу, а я вижу сразу все, то есть я вижу на, как тебе сказать, ну, назови это все ошибки цивилизаций, и в то же время я не могу сказать это ошибка, я понимаю, что это игры цивилизаций, но при этом пришедшие к одному и тому же и причина. Ну ладно, давай. Пришедшие к одному и тому же, а так оно каждый виток проходит к телу. Точно так же и в психике. у меня почему-то вспомнился момент вчера, который проходил на курсе, вот когда мы цепанули время и с этого восприятия, когда ты осознаешь время, ты влияешь на тело человека и на психику человека. И помнишь, у нас интересный процесс запустился там в человеке, у него время в теле как ресурс было побито, как моль побила, ты сказала, да? И вдруг раз, эти пиксели начали заполняться. Заполняться. Вот мне интересно, как это проявится в жизни по здоровью. Это один момент. Второй момент. Научиться этим процессом управлять полностью, потому что там, где исчезает, вот моль бьет, в теле исчезает ресурс времени, этот орган будет заболевать, будет быстро стареть и деградировать. Он выходит из строя. Это знаешь, вот как в машине ехали-ехали, и тут раз рычаг начал скрипеть или шаровая начала скрипеть, да? И все. Это не значит, что надо выкинуть всю машину, это надо взять и поменять эту шаровую или рычаг. А с другой стороны, можно поменять всю вместе с железом, а можно поменять там наконечник или сайлингблок. Может, там резинка только вышла из строя, да? А может, можно не менять, а можно смазки туда добавить. А если туда вернуть ресурс и запустить процесс самовосстановления? Я по примеру с машины, потому что опять... А смотри, ведь на самом деле ты сейчас конкретно сказала, смотри, а если туда вернуть ресурс, а что такое вернуть ресурс? Время. На самом деле время. То есть именно время туда. И вот то, что вчера вот эти вот заполнения, интересно очень. Это возвращение времени. В моей жизни было чудо. Возможности. мы купили машину новую в салоне и поехали путешествовать. Сразу тогда мы поехали путешествовать по южной части России, потому что как раз был, не помню, военные действия начинались там где-то, и мы уже в Крым не смогли попасть. И мы поехали по этой части полуострова. и где-то под Ростолом нас нагнала женщина, она просто устала, много ехала за рулем и просто со всей дурью нам въехала взад. И вот машина новая, только с салона взятая вообще. И мы выходим, и там в бампер въехала машина и бампер, он нигде не лопнул, он нигде не треснул, ничего. Но он вошел прямо до колеса, но лонжероны не сложились. И вот выходит эта женщина и говорит, ну, все, страховка, ответственность. Мы так, ну, хорошо, нам деваться некуда, мы только приехали на отдых, и мы до моря не доехали, наверное, пару километров там за Ростолом уже, немножко оставалось. И началось дальше чудо. Мы заявили в страховую компанию, там Ельня или как-то, или Ельск, называется там город, мы там заехали, заявили в страховую компанию, нам там оценили, сказали, что бампер под замену, все под замену, фары под замену, и, в общем, насчитали, насчитали, насчитали больше тысячи долларов. И мы сели на машину и поехали. жарко было, муж говорит, ну, приедем в Минск, они как раз страховку переведут, ну, сделаем, подумаешь, говорит, ну, побит бампер, ну, побита фара, ну, говорит, что-то будет. И мы едем, жара на улице, и тут слышим, пум, пум, и он говорит, слушай, что-то происходит с машиной. Выходим, смотрим, бампер выравниваться начал. Но он залез под это вот, еще там это ребро выставил. Говорит, ладно, хоть не так смотреться страшно будет. Едем дальше. Пум, пум, пум. В общем, не буду томить. За две недели, пока мы ездили по берегу, мы машину не мыли, и мы были уверены, что там все уничтожено, эта краска, которая там торчала серая на этом бампере, машина черная у нас была, там это все, мы думали, что это сдерт, это все, все поломано, и мы даже не заглядывали, еще когда грязь прилипла, мы рады были. И вот в какой-то момент хлоп, мы смотрим, моем бампер, смываем краску этой женщины, ее машины, бампер просто черный, ровный, полностью восстановился, полностью. Ну, потому что Саша выставила ребро жесткости. Мы заезжаем в ближайший салон и спрашиваем фару, говорит, а у нас есть такие в наличии? И притаскивают, там оказывается, машина только выпускаться начала, а фару там уже кто-то заказывал, но не забрал. И вот прямо у нас складывается, мы хлопаем эту фару, защелкаем, Саша сам защелкнул, даже не обращался к ним, ставим фару, машина полностью целая. И мы так стоим, и потом приезжаем в Минск, и нам перечитает, может, тысячи долларов. на замену бампер. У кого из вас был запрос, да, деньги с неба, чтобы вали? Ну, ржачно, ржачно, не ржачно, он восстанавливался полностью, его даже красить не надо было. То есть, полиролькой потом прошли, загладили он, он так и отъездил, ее продали с этим бампером, ничего не меняли, то есть, ни царапин, ничего не было. Ну, царапки чуть-чуть-чуть за неполиролью ушли, и все. Блестело, как у кота. И я тогда смотрела на это, что послужило? Послужило тепло, послужило разумное отношение, то есть, вовремя, когда заметили, что оно пухать начало, выставили ребро жесткости. И послужило, не было вот этого расстройства внутри. Да. Не было паники. Мы продолжали кайфовать от моря, от людей, отомщения, там еще мы там ехали, там казаки эти, потом поехали, дальше уже на Черное море поехали, то есть, тогда еще моста Крымского не было, эту часть мы объехали, в какой-то момент там нам пытались колеса спускать, резинками подъезды к пляжу перевязывать, там свои истории были такие прикольные. Но суть в том, что вот это чудо, оно было, потому что было абсолютно пофиг. Вот этот момент разочарования, ну, блин, новую вещь помяли. А когда ее помяли, да пофиг на эту вещь, будут у нас еще такие вещи. Вот с этим отношением случилось чудо. И смотри, вот когда мы в жизни выходим на что-то, и у нас отношение такое, ну, будет у нас дальше, ну, все у нас получится, да, ну, все хорошо. И оно хлопает, оно и выстраивается. И всегда появляется место чуда. У чуда нету напряжения. Чудо снимает напряжение. Пум! И снялось напряжение. Знаешь, это позволение ошибки. Позволение ошибки. Позволение себе ошибаться. Позволение. То есть, это свобода о свободе. Ну, при этом ты понимаешь, что ты не закопался в этих ошибках. То есть, это знаешь, как можно воспринять позволение ошибки. А, значит, можно ошибаться направо и налево. Нет, это о разумности. То есть, когда ты понимаешь, ты двигаешься, ну и где-то происходят какие-то вещи, конечно. Но это жизнь как бы и нормальная. Мне моя жизнь интереснее вперед, да, а оборачиваться. Ну, произошло. Отсюда взял вывод. Пошел дальше. Это вот совсем другое. Это вот легкость, это свобода. И тогда действительно есть место чуду. Потому что сам человек и есть чудо. Ну, смотри, тогда что такое чудо? Чудо, оно не во времени, а без времени уже время. Оно проявлено потом будет во времени. А другое сейчас услышится такое чудо. Опять мы пришли к тому, что чудо – это тело. Опять человек сам есть тело. То есть, вот. Опять мы приходим в ценность тела. Посмотри, все полностью, вот все в нас, все есть мы. Да? Ты знаешь, ты когда сказала про тело, я вдруг зависла. А смотри, какой выворот религии. Чудеса творят мощи святых. Мертвые. Мертвые пуски мертвого тела, не рассыпавшиеся в прах. Попытка удержать тело в жизни для того, чтобы оно творило чудо. Просто я сейчас с психикой соизмеряю, с контурами психики. Я поняла тебя, я... И я зависла о величайшей подмене и величайшей лжи. Это ложь. Я могу поверить, что чудо может творить живое тело. Это да. Если его сознание, сознание в этом теле осознает и время, и хаос, и чудо, что все в теле, что все... Когда сознание осознает в теле и тело, да. А для того, чтобы либо сознание надо было запечатать там, но если ты запечатаешь такое сознание, это невозможно. Это просто невозможно. А если ты там насекомого запечатаешь, то насекомое не может сотворить чудо. А при этом человек... Смотри, как религия. Конкретно на мощи, да? Обман. На мощи. Какой обман. И... И... Обман... Блин, из-за муровывания это... То есть, получается, смотри. Самое ценное обесценено. То есть, тело это грешное. Да. Самое ценное... Обесценено. Обесценено. Цена нет цены. Тело живое, тело мертвое. То есть, тело, антитело это мумия. Прав? Ну, образное. Так, произвела просто. Все. И вот он увод в искажение. Внимание на искажение. И пошла ложь. Пошла. Очень много лжей. И ты знаешь, вот сейчас, пока ты говорила, вот если мы возьмем прошлые века, в религии были, например, казни, были там распятия, были там убийства, было там грехопадение, все что угодно было. Да. И многие вещи считались нормальными. Ну, вот, например, если взять ту же инквизицию, было нормально, католицизм, было нормально убивать женщин, которые что-то знали и могли. И более того, обзывать их ведьмами было выгодно, потому что ты получал их имущество после того, как их сожгут на костре. Вот они таким образом чистили свои земли от умных женщин, от хозяйственных, домашних, там, знающих. От сильных женщин. От сильных, целостных женщин. Да, то есть они оставили себе для потомства тех неспособных к воспроизведению здорового потомства и красивого потомства самок. Ну, и они жнут, в принципе, последствия сейчас, которые сейчас они, можно видеть в Европе, это последствия вот этих чистых. То есть выбил здоровых самок, получи дурное больное потомство. Ну, тогда зачем были вот все эти изгаления с трупами и мумиями? Ведь на самом деле, даже если сейчас взять уровень здорового человека на голову, некрофилия, она не является нормальной, она осуждаема, она законодательно запрещена и так далее. И при этом в религии на этом зарабатываются деньги, это считается нормально. Скажите мне, как эти вещи могут существовать одномоментно? Это двойные стандарты. Видишь, религии это надо для того, чтобы оправдать свои преступления. Конечно. Потому что преступлений кровавый хвост тянется просто невероятный. Именно поэтому и громили колокола большевики. Потому что вот этот кровавый хвост, как карма, должен был когда-то настигать. Более того, я уверена, что и сейчас есть ожидание этого же, потому что понятно, что деяния-то не прекратились. И за все приходит расплата, приходит карма. И карма, она нагоняет каким-то образом. Вопрос, каким она нагонит. На этом контуре все равно будет ответка в циклической ошибке. Но меня удивляет другое. Меня удивляет не ответка. Меня удивляет то, что одномоментно существует вот эта дикость, и люди не обращают на нее внимания, как на норму. Когда она очевидна. Она очевидна. Она у тебя перед глазами. И точно так же болезнь в теле. Человеку, например, нормально есть продукты, которые содержат какие-то токсины и разрушают его кости. Человеку нормально ходить и есть себя поедом и уничтожать свой желудочно-кишечный тракт. Или человеку нормально иметь этот геморройный гундосный характер, и при этом его жопа уже кровоточит, а он продолжает быть гундосом, геморройщиком. И для него это нормально, и он пытается через медицину, через операцию еще как-то решить вопрос, но он не смотрит на себя и не видит эту болезнь, потому что для него нормально так себя вести. Так вот, на уровне человека его геморрой, его там кишечник, его там желудок, его там что-то у него болит, это нормально. И поэтому он болеет. И подсознание не знает, как по-другому убрать эту норму, как по-другому норму вывести в осознание. Так вот, смотри, на контуре коллективного нормально надеться в черные рясы, нормально проводить черномагические обряды, нормально продавать некрофилию, нормально, нормально, это дико, нормально убить и молиться соплеменнику, нормально. Тогда вопрос, если на этом контуре для вас болезнь нормально, чего же вы пеняете на то, что вы больны? Да. Радуйтесь. Идите на кладбище, радуйтесь. Радуйтесь, вы же сами запустили это. Потому что для вас это нормально. Понимаешь? Пока эти нормы не будут пересмотрены, а как ты избавишься от болезни? Понимаешь, человеческое сознание этого уровня, на котором сейчас цивилизация находится, оно не улавливает вот этой парадоксальности, которая, очевидно, в любой религии, искажения, то есть ритуалы в религии нормально. Ритуалы нормально. Здесь запрещены мощи, как ты говоришь, некрофилия, нормально. А человек не видит этого. Понимаешь, он не осознает, как ты правильно сказала. Более того, у него рождается этот грудной ребенок, твой ресурс, свет, ты несешь, тут на дне чернокнижный ритуал проводили. Ты вообще здоровый на голову. Или своих любимых детей отправляешь венчаться, ты послушай, что в речах говорят во время венчания. А потом спрашиваешь, почему бездетные, почему страдают. Если религию вскрыть, вот просто вскрыть, вот прям вскрыть, то там самое-самое-самое то, что есть, когда тела гниют. Так мы же с тобой в этот контур как раз и зашли со времени. Ну, да. И вот вопрос только остаточного ресурса там и все. Все будет хорошо. А там его нет на самом деле. Уже. Ну, конечно, уже нет. Я даже, смотри, мы с тобой вышли и на самом деле ресурсом был там иллюзорный. Но уже его нет. Даже иллюзорного. Все уже, просто знаешь, как спали, шор. Сейчас интересно смотреть. Интересно наблюдать сейчас. Вообще, вот видишь, опция в психике наблюдения создания игрок. Наблюдение, создание игрок. А человек только в создании. Ой, только в игроке. Играет, 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 как белка в колесе. Бежит, 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 играет, 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 жизнь прошла. Потом иногда себе позволяет наблюдение. Потом, ой, что я философ, что ли? Опять играет, играет. Иногда наблюдение. А создание вообще отсутствует. Это не мое, это вынесено. Да, да, ну смотри, мы же тоже не такие умные были. Это мы, пройдя столько в психике, как нас штормануло и как мы изменились. Я вообще смотрю на себя пять лет назад, да, и Наташа там и Наташа здесь. Это две разные Наташи. Абсолютно разные. Абсолютно разные Наташи. Точно так же, как и Ирина. Абсолютно разные. Абсолютно. Теперь представь, как тяжело наши мужья. Да, они счастливы. Куда им деваться? Я на самом деле смотрю в последнее время все больше и больше я вижу и в их глазах счастье. Что в твоем, что в своем. Они, знаешь, как эти повернулись? У меня, мое видение вот из глубины, я вижу, вот сейчас я могу сказать точно, сто процентов, я вижу в них поворот. и искренность. И остаточная привычка, вот я про своего сейчас говорю, погундосить. Это, это как, знаешь, как, как это, след от кометы. в длительную систему. Милка дисперсия. Да. Но вот эти эксперименты со временем, которые мы с тобой запустили. Здравствуйте, девчера. Сейчас мы с тобой разговариваем, а мне так хочется тебя загрузить и продолжить, но продолжить на других контурах. Экспериментировать, смотреть, как это проявится. Блин. Я сегодня даже взяла, вот не спрашивая твоего разрешения, но я знаю, что ты всегда будешь за двумя руками, ногами, поставила курс суть проблемы на 19 число. То есть и времени мало, и рекламы нету, и люди не знают, похрен. Придут, те, кому надо, придут. Когда мы возьмем опять человек 20-25 в работу, возьмем суть их проблемы, раскроем, покажем, человек будет с нами на связи, а мы зачистим это все. А мы проведем свой эксперимент. Проведем свой эксперимент с новых наработок. Но при этом я хотела сказать, что до 19 числа у нас наработок еще будет, потому что мы вышли, мы очень круто сейчас вышли. Мы очень круто, да. И я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как это класть в текст, потому что это давать людям нельзя. В текст это надо класть по-любому, потому что материя, это есть создание материи, если ты не положил на материю, это просто оно исчезнет, ну, растворится. Оно никуда не исчезнет, просто оно не создастся в этот момент, создастся в другой. Ладно, утро вечера мудренее, определимся мы, что делать с записями, определимся мы, что делать. Смотри, я немножко... Главное эксперимент. Сейчас на людях эксперимент. Интерес наш эксперимент, потому что он для нас, он действительно для нас важен, для нас с тобой. Ну, это наша тренировка, но смотри, не только наша тренировка, ведь давай не будем отбрасывать, вот только мы тут такие красавицы. Я не это имела в виду. Я тоже понимаю, что ты сейчас об этом не думала. С нами на протяжении этих лет есть люди, которые шли, у которых очень круто работает сознание. Вот смотри, как мы вчера Олечку Клепникова подняли. Ох, да, а сегодня... А, сегодня есть определенная связь я тебе дам почитать. Я тебе дам, я еще не успела тебе тоже. Вот, понимаешь, на самом деле рядом с нами есть люди, есть люди с широким сознанием, есть люди, на которых можно опереться, которым можно доверять и которые идут с нами. И вместе с которыми можно продолжать проделывать этот путь, потому что реально вот выходить в это расширение людям крайне сложно. А этим людям интересно. И они с нами, и они с нами не один век. И то, что мы смогли пройти это все вместе, это круто. Конечно. И дальше надо идти с учетом, что рядом с нами есть люди, мы вместе идем. Понимаешь? И им надо это все точно так же передать, сделать, и им тоже надо помочь натренироваться. А натренироваться они могут точно так же, как мы в эксперименте. Когда они знают психотехническую базу точно так же. Просто нарабатывают, нарабатывают, нарабатывают. В какой-то момент хлоп, у них это уже работает автоматически. И все. Суть в том, чтобы не вести, а человек шел сам искренне. И эти люди у нас уже есть, они идут сколько лет с нами. И чтобы тренировка у них очень хорошо. Да, да, да. Потому что тут без тренировки ты не пройдешь. Да. И если ты один начнешь это все делать, ты теряешься. Ты теряешься в потоке. Вот знаешь, что происходит? Вот помнишь, вот эти потоковые состояния, ты в потоке идешь на расширение, и потом возникает потребность развернуться назад и создать игру. Вот оно. Потому что разворачивается на своем. Даже вот если глянуться, начало инфодайинга, шли люди тогда, и в какой-то момент хлоп, зависли. Зависли на какой-то своей программе, на зависть, на жадность, еще на чем-то, на обесценивание, неважно. Какая-то программа хлопая, она пошла в отработку, и все, они сложили свой мирок и в этом мирке застряли. Если они с него не выйдут и не нагонят поток, они там и останутся, варятся до конца жизни. Это их мирок, это их жизнь. Так жизнь образуется вот в этих завихрениях. И смотри, вот вчера попался ролик, который мы видели, тоже человек из нашего прошлого. А, да. И ты когда увидела это, шок, да? Шок был. Просто шок. Шок, потому что уже видно очевидное ложь самому себе, и эта ложь уже будет толкать в болезни и во все остальное, потому что ты понимаешь, что человек до определенного этапа шел, развивался и осознавал уже вот это единство, а тут начинает лгать и выносить, создавая игру, умышленно только чтобы привлечь к себе людей. Все пошло, ложь пошла, да. И ты понимаешь, да, вот оно завихрение, не прошел, не прошел как-то, не прошел соблазн, не прошел, как это называется, искушение. Искушение. Кто-то не прошел искушение деньгами, кто-то мужчинами, кто-то эго свое в любом варианте, в каждом будет свое искушение, но именно на нем зависит все. А ведь смотри, а ведь на самом деле ты сейчас говоришь искушение, и вчера ведь, вчера же это, по-моему, написали нам, да, тебе написали, как, тоже, как на искушение, искушение. Понимаешь, о чем я? Да, я понимаю, я только сейчас на эту тему подумала, думаю, ни хрена себе. Искушение. нет. Потому что есть прямой путь без завихрений. А завихрения можно создавать самому, сколько хочешь, наблюдать, истебаться. В принципе, так и работает создающее сознание. Оно ж не играет. Оно наблюдает, истебется. Создает, наблюдает, истебется, да. Даже да. Как мы с тобой глубоко сидим. Просто сказать, вот здесь глубоко, и в то же время, как мы с тобой широко сидим. Пошли сейчас. У меня внутри подмывает, стеб. Давай одну шутку сейчас отмочим. Давай.